В какое замечательное время мы живём. Никогда ещё перед нами не открывались подобные перспективы. Никогда ранее люди не обладали такими средствами для достижения своих целей. Человечество, буквально тонущее в потоке вариантов, ещё не знало столь многочисленных возможностей выбора. Действительно, в сегодняшнем мире так много значительного, что то или иное принятое нами решение, конечно, при наличии определённой компетентности, может определить все наши дальнейшие жизненные достижения. По убеждениям Маргулана Сейсимбаева, казахского инвестора и бизнесмена, который самостоятельно выбрался из нищеты и стал миллиардером, каждый может начать свой бизнес с нуля и раскрутиться до невиданных высот. Так что если надоело пахать на дядю с утра до ночи без никаких результатов, тогда просто посмотри это видео до конца, и ты даже не заметишь, как станешь богатым. С тобой канал Совет на миллион. Подписывайся. Вместе мы можем всё. Эффективности. Маргулан Сейсимбаев считает, что деньги надо зарабатывать без эмоций. Это его основное правило. Хотите эмоций? Идите в казино или на стадион. Когда что-то вызывает у вас эмоции, платите вы. Если эмоции вызываете вы сами, то платят вам. Таков закон эффективности. Более того, эффективный процесс всегда тихий, его не слышно. Ведь если какой-то механизм скрипит, то, скорее всего, он вот-вот сломается. Шум – это производство энергии в никуда. Однажды я был с экскурсией на японском автомобильном заводе. Там было всё настолько спокойно и правильно, что я решил, что попал в фейковую лабораторию. Стояла полнейшая тишина. Ничего не скрипело, не гудело, рабочие не матерились. Просто каждый занимался своим делом, вспоминает бизнесмен. Позже директор завода сообщил, что завод действующий производит 450 тысяч автомобилей в год. «Успех любит тишину. Освободитесь от ненужных переживаний и движений», – говорит Сейсенбаев. Об инвестициях «Для человека каждое решение – это ставка с определенным набором преимуществ и рисков», – уверен Сейсенбаев. Чтобы добиться инвестиционного успеха, нужно поставить перед собой чёткую задачу. Представил конечный результат, оцени себя и свои возможности. Пойми, в чём твои преимущества по сравнению с другими людьми. По мнению бизнесмена, главная проблема многих начинающих инвесторов в том, что их желания не всегда совпадают с имеющимися возможностями. Надо плясать не от хотелок, а от своего потенциала. Именно потенциал должен определять ту область рынка, в которой ты будешь реализовываться. После того, как ты выбрал сферу деятельности и бизнес-инструменты, настал черёд инвестиционной декларации. В какой инфраструктуре ты собираешься развиваться, определить методы, темпы, тайминг работы. На данной стадии ты поймёшь все свои проблемы в знаниях, и тогда станешь целенаправленно изучать книги по интересующим тебя вопросам. Инвестирование – рутинная работа, требующая твоего внимания и усидчивости по 8 часов в день. Поставь лайк под видео, если также можешь высидеть такое же время перед компьютером. О биткоине. Маргуланс и Симбаев считают, что валюта, как биткоин, не несёт с собой никакой ценности, потому что эта валюта ничем не закреплена. Он уверен, что фактически биткоина не существует. Есть лишь специальные реестры, где ведётся учёт, сколько у кого цифровых денег и кто куда их переводит. Я на биткоине случайно заработал однажды. Купил, кажется, по 2000 долларов за штуку, а продал по 17. Второй раз не буду покупать. В одну и ту же воронку снаряд дважды не попадает. «Не люблю случайных событий, потому что ими нельзя управлять», – рассказал Сейсимбаев. «Успех биткоина – это вопрос веры людей в то, что данная валюта будет расти», – считает бизнесмен. «Государство не откажется от монополий на финансы, и биткоин постепенно возьмут на контроль». О деньгах. Многие люди ошибаются в том, что считают деньги благом. Деньги – это источник благ. Они позволяют нам обзавестись тем, что сделает жизнь комфортнее и лучше, – уверен Сейсимбаев. Коммерсант сравнивает деньги с выхлопными газами автомобиля. Чем больше ты газуешь, тем больше его образуется. А бухгалтерия – это зеркало заднего вида. Она скажет, что было месяц и год тому назад, но она не знает, что будет сегодня вечером. Если ты будешь наблюдать за своими выхлопными газами через зеркало заднего вида, то ты врежешься в первый же столб на своем пути. Бизнесмену нужно смотреть в лобовое стекло, следить за дорогой, периодически поглядывая назад, чтобы убедиться, что машина исправна. Деньги никогда не должны быть для тебя высшим ориентиром. Пытайся стать успешным. Напиши в комментариях, сколько тебе нужно денег для счастья. Интересно будет почитать. О целях. У каждого человека своя пирамида желаний. Жизненные цели – это то, чего мы хотим достичь на определенном жизненном этапе. Так мы мечтаем приобрести квартиру, поступить в престижный вуз и купить путевку на Мальдивы. При этом ты можешь быть эффективным в жизненных целях. Но если ты не определил конечную цель всей жизни, то само твое существование кажется неэффективным, рассказал коммерсант. Сначала нужно определить свою миссию, для чего ты пришел в этот мир, и уже все жизненные цели подчинить своей жизни. Моя главная цель – прожить счастливую жизнь с пользой для общества и окружающей среды. А деньги к эффективному человеку приходят сами. Сейсимбаев отметил, что важно не только уметь зарабатывать, но и уметь тратить. «Расставаться с деньгами тоже нужно правильно, иначе это просто сомнительная раздача, которая ни к чему хорошему не приведет. Лично я хотел бы прожить жизнь так, чтобы последние мои деньги ушли на мои похороны», – говорит Маргулан Сейсимбаев. Масштаб твоего бизнеса равен масштабу твоего мышления. Именно так звучит основной тезис выступления Маргулана Сейсимбаева. По его мнению, масштаб твоего бизнеса не может быть больше масштаба твоего мышления. Масштаб твоего бизнеса может быть меньше масштаба твоего мышления, но никак не больше, считает Маргулан Сейсимбаев. Следующее, к чему ты наверняка придешь, это задать вопрос самому себе. Как мне увеличить масштаб мышления, чтобы вырос масштаб моего бизнеса? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое масштаб мышления и как он влияет на рост своего бизнеса. Масштаб мышления – это размер твоего бизнеса или то, какими категориями ты мыслишь. Одни люди мыслят сотнями, другие тысячами, третьими миллионами, кто-то мыслит в рамках одного дня, кто-то в рамках одной недели, кто-то мыслит годами и десятилетиями, кто-то видит картину в целом и перерет большими масками, а кто-то видит ее в деталях. Как нам известно, человек воспринимает не весь этот мир. Мир гораздо больше, чем мы можем его увидеть, услышать, прочувствовать. Человек воспринимает только определенный спектр и только определенный диапазон. К примеру, возьмем зрение. Наше зрение выхватывает из этого мира только маленький кусочек. А знал ли ты, что человек получает 80% всей информации через зрение? Вот представь, что 80% всей информации, которую ты получаешь – это всего лишь маленький кусочек того, что есть вокруг. Поделись этим видео с друзьями, чтобы еще больше людей могло посмотреть. Отношения равно время плюс энергия – любовь. Маргу Ланса из Симбая выводит простую формулу. Посмотрите на нее. Если ты любишь свое дело, то постоянно будешь о нем думать. Ты будешь тратить время, тратить энергию, посвящать все только своему делу. Когда я сказал, что это эликсир жизни, я тебя не обманул, потому что эта формула применима не только в бизнесе, но и в жизни. Хочешь внедрить хорошие привычки – применяй эту формулу. Хочешь улучшить отношения с женой или другом – применяй эту формулу. Хочешь улучшить свои скиллы в игре в гольф – применяй эту формулу. Она работает везде. И ты увидишь, что бы ты ни палил этим эликсиром жизни, оно у тебя расцветет и начнет давать плоды. Я много раз убеждался в действительности этой формулы. Если ты хочешь увеличить масштаб своего бизнеса или продвинуться по карьере – воспользуйся эликсиром. Палить эликсиром – это означает дать больше энергии, больше времени, больше любви. Множество людей хотят быть похожими на Маргулана Сесимбаева. Зарабатывать и вести свой бизнес, успешно инвестировать и многое другое. Сегодня я поделился секретами бизнесмена с тобой, чтобы у тебя получилось добиться успеха в бизнесе и жизни. Если понравилось видео, тогда посмотри мое прошлое видео «Как выйти из зоны комфорта и начать зарабатывать». Советы Брайана Трейси направят твое сознание на саморазвитие и самосовершенство, с помощью которых у тебя получится зарабатывать большие деньги. С тобой канал «Совет на миллион». Подписывайся. Вместе мы можем всё.